В первом периоде спортсмены хоккейного клуба «Саров» смогли сразу распечатать ворота ракеты. В начале второго игрового отрезка молодежная команда сравняла счет, но ровно через минуту получила ответный гол. А потом и еще один. Итог матча 3-1. Нашим звеном вроде все получалось, но немного не получалось раскаты. Потому что мы вместе не играем в звене, мы только сейчас, потому что многие уехали с 4-3 годом играть. У нас мало человек осталось, 7 человек всего лишь. Мы как могли, так и боролись. Первый период было тяжело, потом как-то собрались и стало полегче. Продыхали. Ну, два пятака тяжелее играть. Товарищеский матч между командами «Саров» и «Ракета» проходит традиционно. Хоккеисты проверяют свои силы, выясняют готовность всех игроков к предстоящему сезону, определяют слабые места в игре команды и вырабатывают оптимальную тактику защиты и нападения. Состоялся матч удачно. Мы выиграли 3-1. Просто не реализовали некоторые моменты. Так все в целом прошло успешно. Это была как бы предсезонная такая игра. Ребята уже два месяца играют в своей лиге. Мы в следующие выходные начинаем на выезде, в набор едем. Будем играть повыше лиги. В первенстве Нижегородской области по хоккей среди мужских команд «Саровчане» принимают участие не первый раз. Ранее они боролись за звание чемпионов в областных соревнованиях в составе клуба «Саров Инвест». В прошлом сезоне любительская ледовая дружина заняла четвертое место в высшей хоккейной лиге региона. В этом году у них особый настрой на матче. Мы тренировались три недели где-нибудь. Месяц, может. Плотно тренировались, готовились. Будем стараться выиграть, радоваться своих болельщиков. Всех приглашаем. Первую игру в рамках высшей хоккейной лиги области «Саровские спортсмены» проведут на выезде 16 ноября на Барон. От 30-го на своем льду они скресят клюшки с действующим чемпионом области командой из Саншаева. Посмотреть расписание и итоги игр можно в группах ВКонтакте «Хоккейный клуб «Саров»» и «Нижегородский областной хоккей». Ирина Вышегородцева, Евгения Шевцова, Александр Мальков. Служба новостей «Саров-24».